На часах 13.07. Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте, добрый день. Мой собеседник сегодня Степан Пектеев, режиссер-постановщик театра «Наспаска». Добрый день, Степан Павлович. Микрофон, пожалуйста. Не стесняйтесь. Единственный ведь режиссер-постановщик театра «Наспаска»? Ну, штатный, да. Штатный. Ну, в настоящее время коллеги еще есть, которые ведут работу на спектакле. Для ближайшее время? У нас есть возревающий режиссер Александр Трясон. Он сейчас получает этим летом диплом. Он артист, один из ведущих артистов нашего театра. Вот он скоро этим летом получит диплом. И, ну, то есть он... Вот дипломную работу, насколько я помню, он здесь на базе театра как раз-таки делает. Это было, насколько я знаю, ну, так, преддипломная... Если вы там про спектакль «Преддипломар» — это была преддипломная работа. И сейчас вот он в течение этого года должен поставить дипломный спектакль. То есть сейчас название точно не утверждено. Мы в последнее время много говорим о театре. В нашем эфире вот не так давно у нас в гостях был исполняющий обязанности министра культуры Кировской области Андрей Борисович Скайли. И о жизни драматического театра мы говорили так в общем и целом. Ну, вы знаете, вот, на мой взгляд, чувствуется запрос в обществе на то, чтобы посещать театр, на то, чтобы каким-то образом общаться с театром, на поиски самого театра новых форм, новых выражений, мыслей, донесения этого всего, всех этих идей до зрителей непосредственно. Мы вот сегодня по этим тоже темам пройдемся в рамках нашей программы. Я накануне посмотрел и почитал некоторые ваши интервью, и вот буквально везде журналисты вас называют молодым режиссером. Нет, ну, понятно, возраст, я так понимаю, вам еще 30-ти нет. Еще нет. Еще нет. Молодой, понятно. Но вот вас не коробит, вас не раздражает то, что молодой режиссер, потому что там ассоциация возникает с тем, что ну вроде как еще не очень опытный, почему может там ошибаться. Нет, не смущает приставка молодой режиссер? Ну, просто режиссер образования есть и все. Я дам развернутый ответ, пожалуйста. Дам вопрос. Нет, если отвечать совсем прямо, меня не смущает. Если говорить об опыте, я не считаю себя, не считаю свой опыт недостаточным. Я считаю, для моих лет весьма обширный опыт работы в разных театрах и в разных направлениях. То есть, конечно, тут же дело, ну, тут говорите про ошибки. Если ты относишься к тому, что ты делаешь, как к чему-то, ну, если ты даешь себе установку на то, что это может быть ошибка, то есть театр это не та сфера, где, это зона человеческого общения. Если это то, что ты, то высказывание, которое ты пытаешься, ну, не пытаешься даже, если то высказывание, которое ты воспроизводишь, ты его считаешь заведомо ошибочным, ну, тогда, наверное, его не стоит доносить до людей, да, потому что это все-таки публичное высказывание. То есть мы можем там внутри себя как угодно заблуждаться, маяться какими-то сомнениями, но есть вещи, о которых, ну, нужно и важно говорить. И театр, я считаю, это именно та зона, где нужно говорить о важных вещах. То есть театр, это не то место, где там шаг вправо, шаг влево уже считается каким-то... Ну, конечно, театр, это зона свободы, потому что человек приходит в театр, и все, что происходит, происходит во воображении зрителя. Это очень условное искусство. Ты смотришь на сцену, ты понимаешь, что перед тобой, ну, если мы говорим о классической постановке, там, так называемой классической постановке условной, да, что выходят люди в кринолинах, да, играя Шекспира, и ты знаешь, что это вот артисты театра, да, которые на деле есть. Дальше, там, степень условности может отличаться от спектакля к спектаклю, либо достоверно и как бы имитировать жизнь, либо может совсем, ну, какие-то широкие, да, какие-то ассоциативные пласты скрывать. Ну, сейчас стоят немножко сторонно. Да. Про молодость, да, вот у нас был спектакль 80, посвященный юбилею театра на Спаске. Да, в прошлом году Теус отметил 80-летие было. Да, и у нас был перформанс, посвященный, собственно, этой дате, да, то есть это был спектакль, который игрался один раз. В ноябре это было. Да, в конце ноября, 27 ноября. Театру исполнилось 80 лет, и это заставило нас поразмышлять вообще о природе времени, о природе молодости. И одной из главной мыслью сформулированного нами высказывания была идея о том, что театр на Спаске — это театр вечной молодости, где люди проводят лучшие свои годы. В этом театре свои лучшие годы провели такие режиссеры, как Алексей Бородин, ныне художественный руководитель Рамта, главного молодежного театра России. В этом спектакле провел 25 лет своей жизни, лучшие годы своей жизни Александр Клоков, ныне профессор Гитис, в школе, в студии Уход. Лучшие годы своей молодости здесь провел Борис Павлович, 7 лет. И артисты тоже здесь проводят лучшие свои годы. Кто-то уходит в другие театры, но в основном люди не уходят, какой-то все равно костяк остается. Это место, где даже если тебе 60 лет, ты все равно молод. Театр — это место общей молодости, где все должны быть молоды, просто должны. Ты приходишь в театр, и должен быть молодым. Официально в штат театра на Спаске вы были включены с 1 сентября 2016 года, по крайней мере, так указано на сайте учреждения. Сколько вы планируете провести в Леции, в лет свои молодости? Как долго еще будете вредить? Леции молодой творческой жизни. Ну, время покажет. У меня заключен контракт на год. Согласно этому контракту, я должен поставить определенное количество спектаклей. Ну, два спектакля, да? Ну, то есть, это такая как бы... Нижняя планка есть, а верхней нету, так? Нету, нету. Ну, то есть, что считать спектаклем? Вот был спектакль, ну, тут как бы там, это есть какая-то некая формальная договоренность, дальше там это как-то складывается, исходя из общей жизни театра, то есть, тут нет такой... Есть определенный план, который выполняется. Родились вы в Южкороле. Я родился, да, да. Неподалеку отсюда. Образовали театральную, получали в Санкт-Петербурге. И ранее у вас был, мы прекрасно знаем, опыт взаимодействия с театром Нас-Паско и первый опыт Муха-Цокотуха, да? Да, это был мэдитонный спектакль, это был спектакль для совсем маленьких деток. Кстати, до сих пор ведь он в репорте. Хорошо, я говорю. Ну, нормально, нормально. Слушайте, ну, конечно, сейчас бы такой спектакль, вот сейчас мы ведем разговоры о том, что приступить к работе над новым детским спектаклем. И, ну, вообще, конечно, каждый раз нужно переосмысливать очень серьезно, начиная работа над спектаклем. Вообще, что такое для тебя театр? Вот каким сейчас должен быть спектакль? Ты же пытаешься поставить спектакль, хоть чтобы он был максимально близок к идеалу. И возникает вопрос о том, что такое вообще идеальный театр, идеальный спектакль. Да, вот тут сразу же, как бы задать вопрос, вы просто продолжили мысль, а что такое для вас идеал? Постановки. Ну, именно в этом время, в этом месте, в этом театре. Мы же в ближайшие полтора часа будем об этом говорить? Если да, то давайте. К сожалению, у нас в два раза меньше. Но я, если честно, не знаю, как сказать, там, вот совсем в двух словах идеальный спектакль. Что такое идеальный спектакль? Ну, это когда ты приходишь, ну, можно какие-то общие слова, там, да, вычислить, что ты приходишь, и ты, и тебя потрясает. Ну, как бы, да, спектакль должен потрясать, как-то воздействовать? Наверное, должен. Можно, пожалуй, да, этот термин использовать? То есть ты оказываешься втянутым в какое-то иное пространство, да, в иное какое-то смысловое поле, да, то есть это то, что, ну, заставляет тебя забыть о том, что ты сейчас находишься в иллюзии, да, то есть, ну, вот, это, когда мы ставили спектакль Мюнхгаузен, да, мы именно об этом размышляли, о природе, вообще, иллюзии, о природе театра, да, это человек Мюнхгаузен, мы говорили. Мы продолжаем говорить, кстати, пятница спектакля. Да, да, да. Он раз в месяц, да, ведь Мюнхгаузен? Раз, примерно раз в месяц, да, оказывается. Подлиже, подлиже. Да, ну, то есть Мюнхгаузен, это человек театр, человек артист. Это вторая работа ваша? Это театр Распас в 14-м. Муха Цукатуха. То есть... Муха Цукатуха в 13-м году появилась? В 13-м, если я не ошибаюсь, была Муха Цукатуха. Мюнхгаузен в 15-м. В 15-м был Мюнхгаузен, да, и вот сейчас потом. Ну, то есть мы начали говорить о том, что такое идеальный спектакль. Да, потому что много с артистами об этом говорили, да, что такое идеальный спектакль. Ну, вот мы условились на том, что Мюнхгаузен, это артист, да, человек театр. Вот он начинает говорить, и из его уст льются какие-то истории, истории. И зрители, ну, то есть они такие, ну, откровенные, такое вранье просто. Лапша, лапша такая свисает, свисает. Причем, ну, то есть он, ну, как, не стесняется вот этого вранья, да, он и новый выдумывает, и новые подробности. Все понятно, что он врет, но это воспринимается за действительность, потому что у тебя кавычки стоят. Ты понимаешь, что, а, это художественный текст. Да, то есть то, что тебе человек говорит, это все художественный текст. И ты начинаешь его с художественного текста воспринимать. То есть театральный художественный текст, он складывается несколько по иным законам, чем, например, литературный текст. В чем-то схожем, в чем-то различном Тоже это предмет очень долгий в дискуссии Потому что импровизация возможна В процессе произнесения текста Конечно Если это является частью И речевой импровизации И эмоциональная Это все зависит Есть разные роды театра Разные виды театра Но в опере В каких-то более строгих формах Например, есть визуальный театр Театр художника Важно, чтобы именно в этот момент опустилась красная тряпка Через три секунды из-за нее вышел зеленый человек И сверху на него упала лошадь Важно, чтобы это произошло Именно в такой последовательности Если спектакль Сложен по другим законам Важно, чтобы объектом наблюдения Становится живое чувство Артиста в импровизации И спектакль создан так Что зритель именно на это должен смотреть Не за тем, какие именно слова он произносит А за тем, какие чувства в нем рождаются И сами тексты им произносимые Они могут Как-то фиксировать его внутреннее состояние Или это может быть какой-то параллель Дальше, возможно, вариация Например Что миру дала новая драма Кратя 19-го, начала 20-го века Чехов и Псен и так далее Существует некий текстовый массив Люди говорят какие-то вещи А на самом деле они думают о другом И подсказками по пьесе нам рассыпаны То, что можно считать подсказками автора Что на самом деле с ними сейчас происходит То есть они говорят о чае О том, что нужно сад вскопать Условно говоря В этот момент с ними Дружится их жизнь Прошу прощения, нам сейчас абсолютно непродолжительную паузу Нужно будет сделать Очень скоро продолжим наш разговор Мы продолжаем беседу Меня зовут Владимир Сметанин Мой собеседник Степан Пектеев Режиссер-постановщик театра «На Спаска» И я тут понимаю, Степан, у вас не было проблем с вхождением в театральный коллектив Раз уж вы несколько лет до этого сюда приезжали Сейчас, когда я стал работать, грубо говоря, по трудовой книжке Ну, полгода, да, грубо говоря, вы уже находитесь Ну, я В должности режиссера-постановщика Да, нахожусь в должности Поближе к микрофону Находиться в должности режиссера-постановщика Ну, да-да-да Полгода я нахожусь в должности режиссера-постановщика Ну, нет проблем Ну, вообще, у нас по любви отношения С театром «На Спаска» А как вообще было принято решение, напомните В Кирове попытать свои силы? Та самая муха-цикотуха Слушайте, залезаю в дремучее прошлое Ну, художественным руководителем на тот момент был Борис Павлович Да, и то есть у меня пришло время Это был последний год, по-моему, не? Да, да Здесь в нахождении Да, кстати, да Вот, и он Ну, мне нужно было ставить диплом на спектакль Я связался с ним Мы с ним были знакомы до этого Достаточно давно Ну, мы начали вести переговоры о том, что я говорю Ну, вот, да, там как-то поставьте Он говорит, да, давай как-то так У нас начались переписки переговоры И долго там выбирали материалы Сначала, ну, то есть он сразу сказал, что театру нужен детский спектакль Мы выбирали, думаю, что это может быть И, кстати, это было предложение вообще Бориса Дмитриевича Может быть, муха-цокотуха Я подумал, ну, детский спектакль, классно Сделать так, ну... Понятный, знакомый Да, но здесь же на самом деле тоже Это такая достаточно серьезная провокация Для, ну, если ты серьезно относишься к тому, что ты делаешь Да, ну, то есть, есть там, ну, как вы знаете В советское время режиссеров пугали тюзами Да, что вот, как бы, будешь плохим режиссером Поедешь в тюз Какой-нибудь тверской тюз Ну, то есть были там хорошие тюзы То есть серьезно это не воспринималось, да? А, ну, были хорошие тюзы Профессионально тюзы Вот было там целое движение связано с движением юношеских театров И кировский тюз был, кстати, им охвачен Сюда приезжали крайне серьезные фигуры российского театра Ну, то есть, просто иконостас, да, сейчас когда историю театра забирали Марина, Мария Осиповна Закнебина Это, ну, просто, как, вот Дочь Станиславского, можно сказать, да? То есть она прямая ученица Константина Сергеевича, там, и так далее И Александр Павлович Блоков, ее ученик Бородин, ее ученик Ну, Додин, да, из тех, что вот ныне Ну, условно говоря, молодежь, да, тех, кто там, около 70 Додин, Карагодский, Криштинский, Клин, ну, то есть вот прям люди приезжали, которые, ну, для театральных кругов очень, как бы, авторитетные И, так, ну, это мы про тюзы стали, да? В смысле, сейчас это просто долго будем говорить, если продолжение тюзов Давайте я тогда вспомню Нет, если, вот, я начал говорить про серьезное отношение к постановке детских спектаклей, да? То есть это такая, на мой взгляд, очень серьезная проверка, да? То есть готов ли ты сейчас поставить хороший спектакль для детей? Ну, то есть у нас есть какие-то присутствия для детей, что должно быть веселое такое, бодренькое, ну, клоуны какие-то должны скакать Ну, это самое основное, что может привлечь, привлекает внимание, да, маленького зрителя Да, ну, вот, вообще, серьезный вопрос, да, о том, что, как привлекать, вот, вообще, мы живем в эпоху информационного перегруза, да, то есть отовсюду, ну, там, и дети, ну, то есть у меня нет ответа на этот запрос, мне интересно изучать эту тему, хотелось бы погружаться Когда много потоков, 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 ну, то есть, я не знаю, там, перегружен ли ребенок, но среднестатистический человек, современный, на мой взгляд, информационный Информация крайне перегружена, да, потому что информация носит очень агрессивный характер, да, ну, мы всюду окружены рекламой, особенно если там жители больших городов, да, Кирове, это тоже ощущается не так явно, но когда ты уже там живешь в Москве, в Петербурге, если ты едешь в метрополитене, то все время со всех сторон на тебя такая яркая кричащая реклама, аудио-ряд бесконечный, да, ты поднимаешься по эскалатору, слышишь рекламу бесконечно, идешь по улице, просто все заляпано постерами, да, то есть, и очень таких агрессивных цветов неонов Ну, то есть, да, и, ну, сознание человека, на мой взгляд, очень серьезно изменилось там за последние 10-15 лет, но за, с тех пор, как появился в том числе быстрый интернет, да, когда скорость распространения информации Но вы-то для себя уже сформулировали такую основную задачу театра, театра новозрителей, вот, в условиях такой жесткой информационной атаки, что, 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 что может делать театр? А вот мы, юному зрителю, как раз... Не знаю, возможность посидеть, расслабиться в кресле, посмотреть что-то такое ненавязчивое, включить свой мозг, или не так? Мне кажется, мозг свой отключать не надо никому и никогда, да, даже когда ты спишь, мозг отключать не надо, он не отключается, как бы мы ни хотели, да, он отключится только в самом финале Не знаю, у меня нет однозначного ответа, да, то есть театр должен быть в идеологии, это самое главное, то есть театр должен очень тонко, очень четко ощущать пульс своего времени, да, звучание своего времени Ну, не только времени, но еще и современного... Города, города, специфики местного человека, да, то есть есть, то есть мы живем в разных, как бы сказать, информационных пластах, то есть у нас есть некая информационная среда общая, там, для каждого русского человека, живущего на территории России Есть, там, более локальная среда, среда города, да, есть совсем интимная среда, там, семейного, да, какого-то круга То, что не выставляется, там, на общем, да, или там, наоборот, внутренний такой какой-то, ну, рефлекс, да, то, что происходит внутри человека Мне кажется, на самом деле, самое главное, вот, предмет, о чем должен, на мой взгляд, опять же, сейчас говорить театр, сегодня, о чем мне хочется говорить, как автору театральных текстов Это о том, что происходит именно внутри человека, да, то есть жизнь человека, ну, склад, ну, да, есть у нас разные круги семейные и так далее Но внутри человека происходит некое, ну, как, я не знаю, некое пребывание, ну, как, некая экзистенция даже не на уровне, там, сознания и не на уровне подсознания, а на уровне какого-то, ну, короче говоря, говорить о внутреннем мире Вот, что мне кажется О внутреннем мире О внутреннем мире человек Это интересно в настоящем времени? Я думаю, что это всегда интересно, потому что человек, человек всегда интересен сам себе, да, человеку интересен другой человек Если ты человек, то тебе интересен другой человек, да, если ты человек, ты задаешься вопросом о том, что ты, как человек, там, или круг различных вопросов Да для чего? Вот это же нет, это же практическая плоскость этого есть какая-то? Ну, знаете, практическая. Разбираться в самом себе? Ну, конечно, да. Конечно, внутренний мир. Конечно, да. Ну, в смысле, знаете, вот есть пьеса у Вильяма нашего Шекспира, Гамлета, да, и вот там главный герой занят бесконечной саморефлексией, да, бесконечным поиском ответов на вопросы, быть все-таки или не быть, убить или не убить, вот как бы верить или не верить. Ну, то есть это такая пьеса, трагедия. Трагедия не предполагает, ну, как счастливого финала. Ну, не знаю, человеческая жизнь, тоже не всякая человеческая жизнь предполагает счастливый финал. Мы можем, конечно, каждый из нас надеется на счастье. Если хочется, конечно, да. Но все-таки нужно отдавать себе отчет, что, ну, как часто человеческая жизнь кончается по-разному. У кого-то счастливый, веселый, у кого-то нет. Это данность, да, с этим ты можешь это принимать, можешь не принимать, но это так и есть. Трагедия как раз-таки, ну, учит принимать нечто, что превыше тебя, что выше твоих сил. Принимать это, когда смиряться с этим, да, то есть вот мы сейчас делаем спектакль по античным текстам, да, и тоже размышляем о том, что такое, ну, то есть трагедия, театр зародился в Древней Греции. Поподробнее мы об этом поговорим после рекламы, да, небольшой. Просто мне хотелось еще задать вопрос. Несколько минут назад вы произнесли интересную фразу, да, когда рассуждали о том, что представляет собой театр в свои 80 лет, вы решили что-то... вечно молодой, да, вечно молодой театр, театр молодой мысли, театр молодой мысли. Эту конструкцию, вот этот мир такой, что-то может вывести из равновесия в настоящее время? Конечно, да. Да. Что это может быть? Да, что угодно может быть. И как вы бережете? Ну, нужно беречь... Это богатство. Ну, нужно, прежде всего, беречь самого себя, надо начать с самого себя, потом надо сберегать тех, кто, ну, своих близких, да, ну, как-то... Единственный способ — заберечь что-то. Ну, просто надо сберегать. Единственный. По поводу того, что может вывести из равновесия, да все что угодно. Вот пришел, ты сегодня в плохом настроении, и выведен ты из равновесия, выведен ты сам. И заразил этим других каким-то образом, да? И других. Те люди пришли домой, вывели своих близких из равновесия, а те пришли на работу и вывели своих коллег из равновесия. А потом все люди вышли на улицы и вывели весь город из равновесия. Ну, как бы, это же, понимаете, это цепное явление. Нужно начать с себя научиться слышать тонко, научиться захотеть расслышать прежде всего, да? Захотеть прислушаться, захотеть в диалог вступить с человеком. Это... Ну, вообще, это призывка какая-то. То есть об этом... Ну, то есть, если говорить о чем должен говорить театр, это об этом он должен говорить. Призывать людей к чему-то добрыму, светлому, вечному, да? Да, напоминать человеку о том, что он человек. Ну, это понятно. Давайте напомню, да, вы сказали, в эту пятницу будет в очередной раздаваться Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, да. В эту пятницу больше года уже, получается, идет постановка. Впервые в декабре, по-моему. Да, премьера была в декабре прошлого года, да, что-то он прошел, 14-й, по-моему, спектакль сейчас происходит. Востребован? Востребована постановка. Ну, знаете, с ним... Прошествует времени. Интересная такая ситуация, да, происходит. Вот вопрос, там есть зрители, которые приходят, я приезжал, например, когда еще не был в Штате театра, на пятый или шестой спектакль, это был апрель, по-моему, конец апреля, или, конечно, марта, день театра, по-моему, да, день театра, это конец марта. И там были люди, которые пришли... Вот было там шесть спектаклей на тот момент, они перешли на шестой спектакль. То есть они посмотрели на премьере, и вот ни одного спектакля с тех пор не пропускали. Сейчас в январе, ну, то есть, люди были там, но в театре вообще там не всегда бывает 100% заполняемость, но это бывает спектакль, когда посидит 80% за, это нормально, да, ну, в смысле, бывает 100%, бывает, что билетов не достать, бывает, что 50-60%, там различные, бывает, то есть я точно не знаю, сколько было продано билетов. Ну, после этого спектакля было обсуждение, ну, это там, значит, как-то, не знаю, я, на самом деле, до конца не понимаю, насколько это действительно рождает отклик, ну, в общем, насколько людям сейчас нужен театр, вот, да. То есть я считаю, конечно, что в театр нужно ходить всем обязательно, там, размен. Я хожу в театр, там, каждый день на работу, еще, ну, смотрю спектакли, там, было время, ну, сейчас смотрю меньше, да, к сожалению, но было время, когда я смотрел… — Спектакли коллег, которые тоже остались? — Других спектаклей, да. — В драму, или в драму тоже ходите? — Ну, сейчас вот меньше, да, то есть я как-то в течение одного года посчитал, это было, там, около четырех лет назад, я заканчивал обучение, то есть я уже, по-моему, закончил, в магистратуре я учился, не помню, ну, то есть я уже был практикующим режиссером, я посчитал количество спектаклей, которые я посмотрел за год, это было то, что только на 180 спектаклей, если я не ошибаюсь, или… нет, вру-ру-ру-ру, получается, коротень… — Поменьше? — Меньше ста, меньше ста, да, там что-то 70-80, да, 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 около того. Ну, то есть это был год, когда я активно, там, в качестве зрителя ездил на, там, на европейские фестивали, да, то есть я, там, часто, там, два-три раза в неделю ходил на спектакли, типа, в Питере, в Москве, то есть такая активная… Ну, то есть вот я считаю, ну, то есть для меня это неотъемлемая часть жизни – ходить в театр, да, на спектакли, на репетиции. Мне кажется, что, вообще, ну, вот, в Древней Греции все ходили в театр, да, то есть ты не мог не пойти в театр. Людям выдавали жетоны определенные, да, это было неким актом социальной, ну, жизни социума, да, то есть что вот вечером, значит, днем ты на рынок ходишь, да, а там раз в год там был, типа, фестиваль такого ежегодного, все жители Афин должны были посмотреть, ну, должны были… То есть это не было обязаловки какой-то, да, то есть люди понимали, что вот весь город идет в театр, мы идем в театр. То есть сейчас, конечно, невозможно, что весь город в один день пришел в театр, но, мне кажется, вообще, каждый человек, ну, хорошо, когда каждый человек два-три раза в год хотя бы ходит в театр, потому что, как, знаете, у Бродского, он говорит про человек, перечитавший всего Диккенса, с меньшей вероятностью убьет другого человека, причинит вред другому человеку, чем человек Диккенса не читавший. То есть мы гарантию не можем дать, что человек станет лучше, но все-таки вероятность того, что если человек часто ходит в театр, что он… Ну, Мюнхгаузен, пользу запопулируется, да? Ну, пользу, ну, пользу, он идет, пойдет, нормальные зрители приходят, да, билеты передаются. Может быть, там не настолько хорошо, как мне бы хотелось, да, но как-то люди приходят, да, то есть… О новой работе Степана и его коллег по театру Наспасской мы поговорим после небольшой рекламы. Работа, кстати, в ее истоке там, как раз в Древней Греции, находится. Ну, все подробности через пару минут. Продолжается наша беседа со Степаном Пектеевым, режиссером Респондовича театра Наспасской. Новая работа, премьера, которая состоится 26, да, 26 февраля. Мы об этой работе будем еще подробнее говорить через неделю в программе «Подпоход», но давайте, Степан, для затравки. Что это за спектакль, что за идея, там, или идеи, которые там заложены, как появилась вообще идея создания данного спектакля, как называется, в первую очередь? Спектакль называется «Мидея», это, скорее, это ближе к перфомансу, чем к спектаклю, да, то есть этот спектакль будет сыгран один раз. Возможно, он дальше в каком-то виде переродится в нечто другое, да, но сейчас это спектакль, который может быть сыгран только в этот день. В день, в день столетия начала февральской революции, да, 26 февраля 1917 года началась февральская революция, да, но здесь сначала, то есть мы создаем некий актуальный театральный текст на тему сегодняшнего дня, да, и то есть поскольку спектакль играется, если честно, когда он ставился в репертуар, то есть мы не опирались на дату, да, то есть это было какая-то, ну, это был вечер воскресенье, да, то есть мы решили, что это должно быть в этот день. И потом уже, когда мы начали, ну, так, более плотно заниматься проектом, да, вот выяснилось, что это день начала февральской революции. То есть вообще этот спектакль, ну да, называется Мидея, да, то есть он в названии отсылает нас к античному мифу о Мидея, это мать, которая, это, значит, девушка из Колхиды, царица Колхиды, Колхиды, это территория современной Абхазии, если кто-то не знает. И вот, значит, Мидея вместе с Ясоном, древнегреческим героем, с греческим героем, сбегает на родину Ясона, значит, в Европу, да, в Европу, ну, скажем, в Европу, в Грецию, в центре цивилизации, так сказать. На тот момент, да. В колыбель европейской цивилизации, в тот момент и навсегда. Значит, я не встречаю, значит, вот в Грецию в это, и Ясона ее бросает, говорит, ну, через какое-то время, говорит, ну, извини, вот, у меня прошло. А Мидея, она колдунья, да, поскольку она с Востока, да, то есть, есть такой аналитический, рациональный греческий мир, где действуют законы, где есть свои, ну, важен закон, порядок, да. То есть, что на Востоке это некое... Это барбарство, да, ну, греки, магия. Ну, греки же, вообще, это очень ксенофобская культура, древнегреческая культура, да, то есть, если ты не грек, то ты, ну, все, привет, до свидания, да. То есть, с тобой можно как-то беседовать, но ты не до человека. Ну, это их особенность. То есть, вы сейчас рассказываете не только вот ту самую историю, но и вещество. Да, я рассказываю вообще о контексте, да, что это будет... Ну, это сюжетная линия, собственно, на постановке, да? Сюжетная линия, нет, 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 она имеется в виду, она определенным образом доносится до зрителя, да, но это сюжет не... Это не разыгрывается, не явно, не разыгрывается, будет сюжет на сцене, да, то есть, ему этого не видно. То есть, видимо, да, но иначе видимо. Так. Ну, значит, вот, и она колдунья, да, она там, то есть, она по рождению колдунья, у нее отец колдунья, она сама колдунья. И она, короче говоря, съезжает, да, и решает отомстить своему мужу, да, начинает колдовать, короче говоря, убивает своих детей, убивает новую, значит, девушку этого царя, сама взлетает на небеса на огненной колеснице, потому что она дочь бога солнца Гелиуса, да, проклинает все и оставляет мучиться этого Едисона, предателя, на выжженной земле, да, лишенного всего и детей, и, значит, новой любви своей, мучиться, оставляет и сгорает. Вот это сюжет пьесы Эвелипиды Медея, да, то есть мы его не разыгрываем, да, этот сюжет, мы вступаем в диалог с этим сюжетом, с этим и не то. Что же все-таки зритель-то увидит и услышит? У нас остается очень немноговременно. Ну, зритель знает об этом только, когда придет на спектакль, он идет и услышит. Это равнозначный ответ, что мы сами еще не знаем. Нет, мы знаем, мы предполагаем, да, то есть, как-то по времени уже в финальной стадии должно находиться, да, подготовка. Ну, как, у нас еще есть, там, 10 дней, нет, нет, да все понятно, сколько будет уже, да, то есть мы сейчас, ну, там, какие-то тексты, там, дописываются, какие-то сцены делаются, это обычный театральный процесс. Ну, это спектакль, прямой диалог с зрителем, со зрителем, да, кстати, кроме того, этот день, 26 мая, это день… Февраля. Февраля, 26 февраля, это последний день масленицы, вообще, по жанру, наверное, это было такое масленичное пигрище, да. То есть, каким-то образом еще и масленица, да, вот эти языческие традиции как-то там будут плетены. Ну, да, ну, Медея, она язычница, да, то есть она сжигается… Все блинами угостить пришедших? Ну, это нет, это на улице, в ярмарку, да, театр все-таки другие задачи решает. Ну, в смысле, на другом языке со зрителем разговаривали. Потом, значит, ну, то есть мы выплавляем свой текст, да, вдохновляясь Медеи, Эверипида, потом… Текст, кстати, кто только это пишет? Текст пишется коллективно, так сказать. Коллективно? Ну, какие-то тексты я пишу, да, какие-то тексты возникают на репетициях с артистами, там, в онкоризационных планах, да, какие-то тексты мы берём из, там, например, будет использоваться фрагмент «Пушкинская речь Достоевского», да, это, ну, знаменитая «Пушкинская речь Достоевского», да, где он там говорит, что «Пушкин – это наше всё», да, именно с этого началось, это как раз, у этой фразы выросли крылья, «Пушкин – наше всё». Да, и там долго объясняется почему, да, в чём особенность русской души, да, которая способна заключить в себе, которая всеобъемлющая, и только русская душа способна указать исход всеевропейской тоске, в основном себе. Я смотрю художника Ирина Андреева, да, спектакля, Ирина Андреева, Ирина Брежнева, Ирина Андреева, как всегда, мы обычно у своей команды, компашка такая своя, также, вот работаем, да, а сколько вообще человек работает над постановкой? В этом спектакле занято 10 мужчин артистов театра и татья… разных возрастов, да, то есть практически почти все, весь мужской корректи в театре на Спаске, и Татьяна Дмитриевна Махнёва, заслуженная артистка России, она исполнит роль центральной… То есть самая, которая вознеслась… центрального женского персонажа, которая, с одной стороны, вроде бы Медея, а вот, может быть, она мать вообще… То есть она произносит такой монолог, опять же, вдохновленный античными текстами, да, о природе, материнстве. Глаз «Мать-Сыра-Земля» обращается к зрителю. Вы сказали, да, диалог, главное, со зрителем, но вот, как я уже понимаю, из услышанной, из прочитанной информации, Вы призываете к диалогу-то о чём? Смотрите, вот эта основа, да, вот этот текст древнегреческий, смотрите, какой разрыв мозга происходил, и какой разрыв мозга происходит сейчас, так получается? То есть вот какое-то сопоставление, сравнение с современной действительностью… Сопоставление, конечно, происходит, да. То есть то, о чём Вы говорите сейчас, да, то есть это контекст, в котором мы пребываем. То есть, да, и сам наш художественный текст, конечно, этот контекст фиксирует и учитывает, и вступает с ним, в том числе, в взаимодействие. Но, кстати, это нужно говорить уже конкретно после увиденного, да, то есть частью спектакля, кстати говоря, предполагается обсуждение со зрителями, ну, то есть спектакль заканчивается, начинается обсуждение, но обсуждение, как бы, структура спектакля сформировано таким образом, да, что рефлексия после спектакля – это тоже часть самого спектакля, да, то есть важно, то есть происходит некое высказывание театра, да, и вторая часть предполагает некое высказывание со стороны зрителями, да, то есть вот прямо в зрительном зале люди остаются, и как-то мы о чём-то говорим, обсуждаем и увидим. Что для Вас будет являться критерием, критериями, вернее, успешного показа, неуспешного показа? А чем будет в Тебе основываться? Не, не знаю, вообще, что есть успех? Главное – попробовать. Ну, слушайте, не знаю, самое главное, ну, как, знаете, есть такая сложная, объяснимая вещь, но ты вот, бывает, после хорошего разговора ты чувствуешь, что ты что-то важное сказал, ну, то есть ты как-то вот что-то для себя понял, ты что-то услышал, ты что-то сам сформулировал или задался какими-то вопросами, вот это именно то чувство, которое должен быть в театре, да, и оставлять именно такое ощущение у зрителя. На мой взгляд, идеальный спектакль – это спектакль, после которого зритель выходит с ощущением, что с ним поговорили. То есть театр вряд ли может… Театр – это, ну, как-то не научный исследовательский институт ядерной физики, там, или, там, не дай бог, ядерной физики, в смысле физики, астрофизики, да, где совершаются какие-то научные открытия, да, где, ну, то есть театр, конечно, он исследует новые территории постоянно, если он не вступает на новые для себя территории, то он обречен на выдыхание какое-то, но все-таки это зона какого-то человеческого общения, да, то есть самое важное, чтобы между людьми произошел диалог, установить какая-то живая связь. Возраст, на который рассчитан 18 лет? 18 лет? 18 лет, да. Ну, там есть такие… то есть, да, ну, как это… эморфировка, которая должна стоять на афише, да, я не знаю, как это… — Согласно. — Человек, который 16 лет, если он захочет купить билет, купить билет, я думаю, что ему никто не запретит, это, наверное, да, это же его внутреннее… он предупрежден, что там написано 18+. Ну, если ты хочешь рискнуть, приходи. Ну, то есть я не знаю, да, как это там со стороны зрителя, там, не знаю, проверяют ли паспорта у людей… Ну, я думаю, что не проверяют, я давно не… Это, конечно, не проверяют. Я давно проверю паспорта при покупке. И, точнее, алкоголь. — Да. Итак, «Медея», 26 февраля, воскресенье, соответственно… — Воскресенье, пять часов вечера. — Через две недели, да, премьера, ну, вот, как сказал Степан, режиссер-постановщик данного спектакля, планируется пока всё-таки один показ? Или всё уже? Точка? Один и всё? Ну… Или какие-то перспективы? То есть можно… Ну, как, я, конечно, предполагаю, что, то есть какие-то сцены я делаю с расчётом на то, что… А, ещё, я не сказал, в рамках чего… Какого проекта, в рамках чего этот спектакль рождается? А, ну, у нас буквально несколько секунд остаётся. Ну, проект «80» — это вся серия актуальных высказываний театра «Наспас». То есть это серия таких акций, коротких спектаклей, которые играются один раз. Да, то есть в этом спектакле будут какие-то элементы предыдущего спектакля, созданного в рамках этого проекта, собственно, спектакля «80» посвящённого юбилею театра. А, то есть в текущем и наступившем году ещё, да, будут проявлены? Если… Ну, там надо… Пока не знаю, да, то есть… Возможно, 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 да, то есть тут исходя из различных, да, то есть будем ли мы успевать, ну, то есть у нас есть ещё там другие задачи, работа над другими спектаклями, да, то есть это такая всё-таки постоянно действующая лаборатория, да, то есть если вот сейчас в ходе обсуждения мы поймём, что всё, это готовый спектакль, он, наверное, может оказаться в повторе театра. Не знаю, надо смотреть. Время наше истекло, завершаем нашу беседу. Степан Пептеев, режиссёр-постановщик театра «На Спаске». Всего доброго, удачи, успехов и… Спасибо. Я думаю, встретимся через неделю в программе. Да, походу, дальше поговорим о этом спектакле. Спасибо. Спасибо.